Краснодарская наступательная операция, которая стала ключевым этапом битвы за Кавказ, закончилась 80 лет назад, 16 марта 1943 года. Именно она открыла Красной Армии дорогу для дальнейшего наступления. И сейчас, в эти мартовские дни, жители Славинского района отмечают 80-летие освобождения своих станиц и хуторов от фашистской оккупации. Это знаковое событие не только для петровчан, но и для всего нашего муниципалитета. Много времени прошло со светлого дня освобождения, но не тускнеет в памяти бессмертное мужество воинов. Их имена передаются из поколения в поколение. В ночь с 17 на 18 марта далекого 1943-го советские войска атаковали немецких оккупантов. Не выдержав напора наших воинов, противник начал отступать от станицы Петровской. И уже ранним утром на улицах появились долгожданные освободители. Праздник освобождения станицы здесь любим и почитаем. Учащиеся, представители местной власти и общественности, словом все, для кого дорог этот праздник, пришли к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. И звучат торжественные, идущие от сердца слова о самом главном. Ежегодно 18 марта проводятся митинги. Наша задача сохранить память о той войне, сохранить память о тех героях, которые, конечно же, освободили нашу станицу. Помнить о тех петровчанах, которые более двух тысяч ушли на фронта Великой Отечественной войны и более 1400 из них не вернулись. Конечно же, основные бои проходили за территорией Петровской, но сюда привозили тяжелораненых. Я хочу поблагодарить сегодня председателя Совета ветеранов Камшинина Николаевна, поисковые отряды и констатировать вам то, что у нас уже нет неизвестных могил. Более 700 освободителей из станицы Петровской увековечены на наших мемориалах. Хочу поблагодарить вас, ребята, педагогов, директоров, за то, что сегодня каждая школа ухаживает за этим мемориалом. Каждая школа носит сегодня имя героя станицы Петровской, который совершил подвиг. В школьном здании во время Великой Отечественной войны был госпиталь. Рядом на дворе школы – братская могила для бойцов, погибших смертью храбрых. Ребята и учителя до сих пор помнят об освободителях. Наша школа напрямую связана с историей Великой Отечественной войны. Здесь на братской могиле у нас захоронен баштовенко Павел Федотович, чье имя носит наша школа. И захоронены с другой стороны еще два жителя станицы Петровской, которые погибли в Крымске, а по просьбе родственников перенесены сюда. Очень большой праздник для наших жителей, для наших учащихся школы, для коллег. Мы все время принимаем участие в митингах. У нас проходит и на День Победы, и на сегодняшний день. И также на 23 февраля мы всегда собираемся у памятника. Это братская могила погибших воинов. Какой огромной ценой было завоевано счастье. Более двух недель утопая в грязи и замерзая в ледяной воде плавней, наши солдаты и офицеры упорно прорывали оборону противника. И в конце концов им это удалось. Победа! Как она досталась? Каким путем вы к ней пришли? И раны были, и усталость, и шрамы на груди земли. Нам нужен мир на голубой планете. Его хотят и взрослые, и дети. Им хочется, проснувшись на рассвете, не вспоминать, не думать о войне. Возложение цветов к мемориалу стало завершением памятного митинга в этом месте. Затем празднование освобождения станицы продолжилось у Вечного Огня рядом со вторым сельским домом культуры. И здесь учащиеся 31-й школы читали стихи, посвященные долгожданной победе над врагом в марте 1943-го. Навстречу предутренней ране, рискуя своей головой, За Петровскую, что на Кубани, шли смело солдаты на бой. От взрывов кипела протока, встречал храбрецов садгигант, Но враг, огрызаясь жестоко, расстреливал смелый десант. Они бессмертия не просили, склонили головы в бою. За синеву полей Кубани, за власть советскую свою. И не могли они иначе, иного не было пути. Не каждый в списке обозначен у обелиска на груди. Петровчане всех поколений – продолжатели священных вековых традиций. Здесь преклоняются перед всеми, кто стоял насмерть за каждую улицу, каждый дом. Склоняют головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Сегодня, в этот день, ровно 80 лет назад, освободили станицу Петровскую от немецко-фашистских захватчиков. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за наше будущее. На уроках мужества нам рассказывают о подвигах наших дедов и прадедов. Для нас это очень важно. И сколько бы лет ни прошло, навечно останется в памяти народной Великая Отечественная война. Для всех она очень много значит. Это и горечь утрат, и радость Великой Победы. Живые цветы петровчане возложили к обелиску павшим воинам-освободителям. Тем, кто, увы, не дожил до победы. Память о подвиге героев священна, потому что высокий смысл этих патриотических традиций в основе всей нашей жизни и наших больших и малых побед. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Спасибо. Спасибо.